Кирове 12.04. Начинаем дневной разворот. Напротив меня Николай Голиков. А напротив меня Дарьет Пузлеева. Добрый день. Добрый день всем. Традиционно сегодня в эфире у нас две темы. После рекламы поговорим о том, как прошел сезон в плане клещевой активности, потому что, по словам специалистов, есть некоторый большой рост. Заметный рост этого дела. И к тому же она еще не закончилась, как мне сегодня сказали. Да. И предлагают уже делать поскорее прививки, чтобы в следующем году ситуация была получше. Ну а в первом часе тема, о которой наши гости сказали, она может говорить бесконечно. Они, по-моему, вообще все могут говорить бесконечно. И все в этой теме большие специалисты, как верно заметил наш губернатор. Екатерина Безгачева у нас в гостях, замдиректора управления дорожной и парковой инфраструктуры. Екатерина, добрый день. Добрый день. А говорить будем о зимнем содержании улич на дорожной. Дорожной сети нашего любимого города. Насколько я понял, недавно были объявлены результаты конкурса. Конкурса, да, то есть контракт на серьезную сумму в 997 миллионов рублей, правильно говорю? Да, все верно. Вот в августе он заключен у нас, да, муниципальный контракт на содержание, опять-таки, на год, на 12 месяцев. То есть тут у нас есть и летнее содержание, и зимнее. Подрядчик у нас один единственный, с которым заключен контракт, это Гордор Мострой. И у него есть в помощь еще пять субподрядных организаций. А вот эти 997 миллионов рублей, как они распределяются между летом и зимой? Смотрите, кроме того, что у нас в прошлом году было только включено содержание, да, контракт был у нас там 670 миллионов, то есть в этом году больше. Тут у нас, кроме содержания зимнего, летнего и дополнительных работ, добавились еще светофоры содержания, разметка, то есть увеличился у нас объем работ. Вот, поэтому у нас выросла эта стоимость. А так, если выделять наши регламентные работы по техническому заданию контракту, распределены они таким образом, что на зимнем содержании у нас порядка 345 миллионов, то есть на зимний период, а на летнее содержание заложено порядка 200 миллионов рублей. Можно, в принципе, могу сразу сказать, что один день зимнего содержания стоит всего нашего, всей уличной дорожной сети города Кирова, с учетом всех грунтовок, тротуаров, проезжих частей, порядка 1,9 миллионов, ну почти 2 миллиона. 2 миллионов рублей в день зимы обходится. Да, это с учетом вывоза Екатери? Это с учетом нет, это с учетом регламентных работ, то есть зимой что мы делаем? Это уборка механизированная, уборка ручная, тротуаров, проезжие части мы убираем, в основном это механизировано, обработка противогололедными материалами, это уборка мусора из урн, это уборка с проезжей части тоже с тротуаров, это перекидка снега на небольшое расстояние, это уборка предметов, не относящихся к содержанию и к нашим дорогам. В принципе, ну такие основные работы, которые ежедневно подрядчик осуществляет, например, по грунтовкам, это там грейдирование, очистка от снега проезжих частей грунтовых, вот, а летнее содержание получается у нас там миллион выходит в день, на весь, на все муниципальное образование города Киров, это также и грунтовки, и все то, что вот сейчас у нас заканчивается как раз летний период, планируем официально переходить с 20 октября на зимнее содержание, то есть сейчас у нас такой переходный период, это 10 дней, получается 5 дней до, 5 дней после, когда подрядчик может осуществлять и зимние работы, и летние, такой же период у нас будет в апреле, тоже будем смотреть по погоде, так как у нас, как заметно, апрель очень интересный месяц в этом плане, и не всегда получается переходить ровно 15 числа. У нас в этом плане и май бывает интересным тоже. Да, поэтому, исходя из этого, тоже скорректирован был контракт, что вот есть и переходный период, и порядок этого, организации этого всего. С подрядчиками сейчас уже провели смотр техники. Вот смотрите, готовимся к вопросу о подрядчиках. То есть, по идее, подрядчик один, да, остальные 5 организаций субподряд. Но вы напрямую общаетесь со всеми или только через основного подрядчика? Только через ГДМС? Нет, мы общаемся со всеми, и я их собираю, в том числе всех вместе, потому что моя задача и задача управления дорожной парковой инфраструктурой, как и администрации города, чтобы все работали к единым слаженным организмам. Чтобы у нас, у каждого было понимание, кто что делает. Если кто-то что-то не может делать, то должен сделать генподрядчик. То есть, для этого у нас генподрядчик несет такую ответственность. Екатерина, вопрос такой. А вот вы, как Управление дорожной парковой инфраструктуры, имеете информацию, где и кто работает конкретно и за что отвечает? Каждый из 5 субподрядчиков? Конечно, обязательно. Мы каждый день, вообще, в принципе, круглосуточно на связи. У нас есть доступ и к навигации, которая у нас зимой, она у нас наиболее актуальна. То есть, летом мы не так сильно на нее обращаем внимание. Все-таки больше получается охватить воочию. А зимой у нас особенно много снеговывозки. Конечно, и там навигация очень выручает. То есть, у каждого подрядчика есть оснащение их техники. И смотрим, где подрядчик работает. То есть, у нас открывали как-то даже зимой, снимали сюжет, что в приложении, мне удобнее с телефона все-таки это все делать. В приложении открываем, смотрим, где у подрядчика техника. Смотрим, где ее мало, где ее много, где она, допустим, вообще не была. То есть, там можно забить определенный период, вывести, какая техника нужна, например, грейдера. Посмотреть, где МТЗ, где трактора ходят, где у нас КДМки. Они ходят, например, по проезжим частям, по асфальтам и покрытию. То есть, это все можно отследить, посмотреть. И это очень интересно и увлекательно. А вот вопрос-то я все-таки продолжу. Потому что, когда я имел в виду, что вы знаете, за какую именно территорию в Кирове отвечает какой-то подрядчик. Есть такая информация? То есть, есть такое закрепление? Да, да, да. У нас вот как раз в выходные прошел смотр при участии губернатора и главы города на базе генподрядчика, где была предоставлена техника, где была предоставлена карта нашего муниципального образования с разлинованным по цветам, где кто, где у кого базы. То есть, исходили вообще изначально из того, у нас сейчас как раз еще появились два новых подрядчика. Исходили из того, у кого где находятся базы, где заложены, где находятся гаражи, где у них хранятся противогололедные материалы, то, чтобы это все оптимизировать, чтобы наладить логистику, чтобы оперативно можно было реагировать в границах ГОСТа или хотя бы приближенно к ГОСТу, чтобы в случаях снегопада, гололеда подрядчик оперативно выехал. И сейчас вот как раз у нас есть время отработать эти маршруты, чтобы у нас при первом снегопаде постараться сделать все качественно. А синоптики уже обещают первый снегопад? Ну вот мы смотрели, да, что как раз 20 число, там будет переход опять, через ноль, то есть стабильного минуса пока не будет. Но вот этот переход, то есть мостовые сооружения у нас всегда самые быстро замерзаемые. Какие-то тоже обращаем внимание спуски-подъемы, потому что достаточно влажно, при минусе уже начинает кристаллизироваться все. Конечно, я думаю, гололеда не будет, но подрядчики наготове. У нас в сентябре даже была одна или две ночи, когда вот в 4-3 утра словили гололед. То есть все равно у нас люди, кто-то раньше встает, кто-то позже. Да и на машину одежда. И подрядчики обрабатывали уже в сентябре, то есть отчитывались и предоставляли фото. И мы видели, что действительно обрабатывали проезжую часть. А еще немного по работе подрядчиков. Вот эти субподрядные организации выбирал уже сам ГДМС или вы тоже в этом принимали участие? Вот требования, условно говоря, они предъявляются только к генподрядчику или к субподрядчикам тоже есть набор требований, и уже генподрядчик выбирает их, исходя из этих требований? Ну, у нас получается по контракту, да, вся ответственность лежит на генподрядчика. То есть он вправе выбирать, с кем он будет работать, кто у него, где будет стоять. Но, конечно, мы не могли не участвовать в этом. Поэтому мы каждого подрядчика и приглашали. Мы выезжали на базу, особенно те подрядчики, которые у нас в прошлом году на содержание не были. Выезжали, действительно ли есть ли у них техника, в каком она состоянии, работают, не работают. Общались непосредственно с теми людьми, кто занимается логистикой, маршрутизацией, вот этим всем. Спрашивали, что вы можете. То есть какие-то подрядчики ориентированы больше, допустим, на грунтовые дороги. То есть у них техника заточена под грунт. Вот, то есть им легко, оперативно это все с грунтом работать, с грунтовыми дорогами. А кто-то, у него есть техника, например, на именно асфальтовое покрытие. То есть вот эти как раз КДМки, вот такие машины, которые у нас сейчас вот поливают проезжую часть. Они есть щетками, то есть они комбинированная дорожная машина. Вот, она зимой переоборудуется в отвал, и сзади у нее идет такое распределение противогололедных материалов. Такой, как разбрасыватель. Вот, то есть смотрели на наличие такой техники. Так как мы, у нас был расчет, рассчитывали сколько, какой техники нужны. И смотрели на это в том числе у подрядчиков. А сколько вот ее вообще должно быть? В идеале, ну, я не знаю, мне кажется, ну, точнее, я знаю, но не буду никого погать с цифрами. Конечно, нам недостаточно. Тогда скажите, насколько мы далеки от этого идеала? Ну, далеки, очень далеки. Я купила одну машину. Можно, возьмите меня. Можно, возьмите меня. Нет, на самом деле, тут еще дело даже не в количестве техники, а вот тоже выезжали, смотрели вообще на демонстрации техники. То есть техника разная бывает. Есть, который, да, отвал у нее просто прямо, который никак не регулируется. Есть, допустим, совершенно такая новая техника, даже у нас наша отечественная, которая отвал расширяется под разными углами. То есть учет, что бортовой камень, что там вычищается так, что приятно смотреть. То есть смотришь, и ты просто завораживаешься этим зрелищем. У нас, конечно, сейчас вот, кстати, в этом году уже подрядчики тоже покупали, приобретали зимнюю технику, показывали нам ее. Впечатляет. То есть у нас тоже сейчас появляются новые машины. Вот летом это были пылесосы, например, большой, маленькие пылесосы на тротуар, на проезжую часть. И в этом году вот покупают тоже эти комбинированные дорожные машины. Тоже они уже с новым каким-то оборудованием. Новое навесное оборудование приобретается. То есть пытаемся тоже идти в ногу со временем. Конечно, до столичных таких нам далеко. Но есть движение. Движение в сторону развития у нас все-таки есть. Это радует. Вот из этих компаний, которые я перечислю сейчас. Нововятич, Автодорстрой, КУ-4, ККХ и ПП Ведерников. Кто тут новенький, кто уже опыт есть боевого крещения? Новенький у нас ИП Ведерников. Этот подрядчик ранее уже был, но несколько лет назад. Вот сейчас он снова у нас в нашем обороте, в нашей команде. И он как раз-таки себя очень хорошо зарекомендовал на грунтовке. Вот о чем я говорила. То есть у него техника, это МТЗ в основном трактора, которые идут по грунтовым дорогам. Они не такие широкие, как асфальтовые. У них определенное тоже покрытие. И он именно оперативно очищает в зимний период. Вот зарекомендовал себя хорошо. И база находится очень удобно. И даже некоторые трактора уже на местах в деревнях будут стоять и ждать, что вот пошел снег, они сразу же выехали. На сельских территориях нашли, да? Да, да, да. Вот. И новый подрядчик, который тоже ранее был, но несколько, насколько я знаю, несколько лет. Да, его не было на нашем содержании. Это КУ-4. У них, они как раз-таки специализируются на проезжих частях. То есть это у них будет район, можно сказать, Лепсе. Там как раз у нас есть несколько спусков-подъемов. Есть широкие магистральные улицы. Будем за подрядчиком тоже следить. И сейчас как раз налаживаем именно вот эту маршрутизацию, чтобы подрядчик знал, куда двигаться. Но подрядчик опытный, я думаю, что все получится. Вот. А остальные у нас подрядчики, это Нововятич, Автодорстрой, ККХ, это Кировское коммунальное хозяйство. Они уже ранее были, так же, как и ГДМС. Вот. Поэтому у них тоже есть некоторые изменения по титулам, по их ответственным территориям. Но тоже сейчас как раз у них есть время, они адаптируются, маршруты отработают. И я думаю, все будет хорошо. Екатерина, вот эта карта, о которой вы говорили, раскрашенная в разные цвета, она будет в доступе для кировчан? Я думаю, что да. Кто отвечает за какой район именно? Да, да, да. У нас... Могу я узнать, кто чистит мою улицу, да? Конечно. Или не чистит. Или не чистит. Вот именно, да. У нас в том году как раз мы такую карту размещали, по-моему, на сайте администрации. Это нужно, конечно, уточнить. У нас в отделе, думаю, возможно, в СМИ подскажут. И там были еще номера диспетчерских самих субподрядчиков. То есть это очень удобно. И как бы я думаю, что... А вот как раз, да, вопрос ты хотела задать. А возможно, например, ну, понятно, что город большой. И даже если за каждым субподрядчиком закреплена огромная территория, ну, то есть все не обойдешь, глазами не посмотришь, да? А люди могут позвонить, если, например, вот на какой-то дороге, да? Какая-то вот боковая узенькая дорога. Я вдруг вижу, что у меня там полный завал. Я хочу позвонить и поругаться хочу. Да, приключился какой-то коллапс. Ну, вот поругаться. Возможно, просто не увидели люди. А если им сказать, что вот, ребят, вы знаете, вот у нас тут надо почистить, так они в этот же день приедут и почистят. Конечно, да. У нас, как и в предыдущий год, тоже был подрядчик ГДМС. Они разработали диспетчерскую службу на базе ГДМС. И в круглосуточном режиме, то есть диспетчер принимает заявки, принимает вопросы, запросы на тему не только содержания зимнее, там, летнее, но у нас, допустим, бывает там с люками проблемы, где-то яма, где-то еще что-то. То есть все такие заявки он получает и их расформировывает. То есть если это касается, допустим, каких-то коммунальных служб, то он уже им адресует. То есть, да, это очень удобно в плане этого. Номер длинный, в принципе, могу продиктовать. Давайте. 8-922-967-22-34. Это у нас диспетчерская, единая диспетчерская ГДМС. Телефончик-то, конечно, был покороче. Короче, было бы поудобнее. Да, но у нас вообще есть ЕДДС. Ну, обычная вот единая диспетчерская служба, да. Когда там все чрезвычайные ситуации. Но вот это вот такой вот телефон тоже думали об этом. Но раз длинный телефон, он бывает реже занят. Ну, да, но бывает, когда к ним очень трудно дозвониться, хотя они в круглосуточном режиме. Ну, вот эти вот номера телефонов, они как-то отрабатывают себя? Кто-нибудь за этим следит? Я не знаю, там диспетчер вот этот бедный просто психологическую поддержку звонящим. Нет-нет, он оперативно сообщает. То есть он, допустим, уже понимая из главного, так сказать, офиса ГДМС, он направляет уже субподрядчиком. То есть, минуя вот эти лишние разговоры, допустим, к нам. То есть если к нам непосредственно в УДПИ направляется запрос в отдел содержания, например, мы тоже сразу подрядчику перекидываем. Если в диспетчерскую, то он, минуя нас, сразу своим супчиком передает эту информацию, и те отрабатывают. То есть это вообще, я считаю, очень удобно. А я помню ещё были, я забыла, к сожалению, как они назывались, чаты. Какие-то не кризисные чаты, а что-то. Чат, ну, чат содержания у нас есть. Ну вот куда, да, скидывали тоже всю вот эту информацию в оперативном режиме с утра. Это, возможно, инцидент? Вот, да, точно инцидент. А, инцидент, он живёт, и он вообще процветает. То есть инцидент, такая программа, она у нас, я так понимаю, что с администрацией, как бы там ЦУР, и они аккумулируют информацию, полученную из соцсетей, и направляют её тоже по подведомственным организациям, в том числе и к нам. Но это тоже, это и про ремонт тротуаров. Вот сейчас летний период, ремонт лестниц, бортовых камней, дорог, там просто всё, что угодно. Там лужи, деревья, всё просто, всё может быть. И поэтому мы тоже на это всё отвечаем. Стараемся оперативно, но очень, конечно, много, большой объём. Поэтому стараемся, распределяем, планируем. И это, конечно, очень помогает. Иногда этого очень много. И очень, получается, большая затрата времени. Но информация вся обрабатывается в любом случае. Вот вы говорили, что реагенты уже закуплены на зиму, да? Чем будем посыпать в этом году? У нас, в принципе, как в том году, асфальтная часть, то есть это у нас город. В городе мы песок не сыплем, никакой. Мы сыплем галит, это соль. На которую перлог всеми ругается, за которую троллейбусы портятся. Ну, это да, он так говорит, как бы это его дело. Ничего сказать не могу ему в ответ, потому что у нас есть на наши реагенты, которые у подрядчика закуплены, сертификаты соответствия. Поэтому я уверена, что снова в этом году будет поднята эта тема. Также у нас на демонстрации как раз в воскресенье при участии губернатора был еще быстро растворимый гранулы Бионорт. Это которые, они немножко при другой температуре работают. То есть у галита свои особенности, его применяют в одном случае, а у Бионорта свои особенности. Но вы будете и то, и другое использовать? И Бионорт, и галит? Исходя из ситуации. То есть это от погоды зависит? Да, да, да. То есть это и от влажности, и снег, допустим, он бывает мокрый, бывают там такие хлопушки летят, бывают там пурга. То есть просто куча вариантов снегопада, на которые есть решение. И исходя из этих условий, то есть повышение, понижение температуры, есть определенные нормы, сколько грамм должно быть на квадратный метр рассыпано. И подрядчики об этом знают, тоже докладывали об этом губернатору. Я вот не знаю, конечно, какая у Дениса проблема с галитом, но... Ну, просто ролейбус у него вышел из строя. Ну, якобы он на проводах каким-то образом... У меня с этим галитом тоже есть проблема, но она не конкретно с ним, а с тем, что его рассыпать-то рассыпают, а упирать, видимо, вовремя не успевают. И поэтому, когда на улице плюс 25, а ты наступил в лужу, ну, приятного очень мало на самом деле. Поэтому вот добавили несколько подрядчиков, с учетом того, что... Минус 25, а минус 25, да, 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 минус 25, да, да. Я теперь понял, о чем ты говоришь, я тоже наступал. Да-да-да, вот, поэтому по сравнению с прошлым годом количество единиц техники увеличено, то есть сейчас у нас, так, порядка, ну, 185 единиц техники для уборки улиц, 61 — это малогабаритная, которая у нас используется на тротуарах, и 124 — это техника для уборки проезжих частей. Опять-таки... Это на всех? Да. На проезжей части у нас, допустим, как на грунтовке, да, МТЗ там работают, бывают, которые работают, маленькие такие бывают тракторочки, они работают и на проезжих частях, и работают на тротуарах, поэтому некоторые... Юркие такие, да? Да, то есть... Бобкаты. Бобкаты, да. И бывают бобкеты, да, вот эти аванты, там такие мини-погрузчики их называют. Прикольные машинки. Вот, они такие манёвренные, и, в принципе, ну, где могут проехать, там они проезжают, отрабатывают тоже, у нас же есть и широкие тротуары, есть узкие, которые там просто только вручную, ювелирной работой, поэтому есть понимание опасных мест, есть понимание узких мест, есть понимание там, где у нас социально значимые объекты, где школы, детские сады, вот это всё, то есть... Так, мы сейчас медленно к узкому месту-то подобрались, с вывозом-то снега у нас в итоге что? Ну, как, продолжаем вывозить, в тот год показал, что вот тот объём, который у нас был, да, 800 тысяч кубов снега, вывозка, она у нас находится в доп. работах, то есть это не относится к тому тарифу, что вот мы с вами проговаривали, это у нас 800 тысяч кубов снег, который мы вывозим на полигоны, то есть в основном самый наш известный полигон, это БХЗ, где находится. А сколько полигонов у нас всего в этом году будут работать? Всего три полигона. Три. Это в БХЗ? В БХЗ, в Заречная часть и на Авиатске. То есть полигоны также распределены по карте, смотрим, соответственно, куда ближе, туда и везём снег. Вот. Подрядчики в том году практически весь объём выбрали, то есть все 800 тысяч, там оставалось совсем немножко, их оставляли на случай, если в апреле выпадет снег, то есть там порядка двух тысяч, может, кубов не было вывезено. А в этом году решили оставить эту же цифру, то есть в том году мы не добивали там ещё дополнительными контрактами этот объём, и в этом году оставили эту же цифру, чтобы действительно зима, может быть, будет более снежной, менее снежной, поэтому на эту цифру ориентируемся, в принципе, её достаточно. Поэтому будем распределять между подрядчиками как раз. Но контракты ещё не разыгрывали на вывоз снега? Нет, это вот в этом контракте, то есть 997 миллионов, то, что мы в самом начале сказали. Мы выделили из этой суммы 543 миллиона с копейками. А, вот вижу, да, 345, 200 — это содержание? Мы выделили, и это у нас регламентные виды работ, и у нас также есть доп. работы, это как раз-таки вывозка снега, это ремонт ограждений, это ремонт, некоторые ямочные туда заложены, это у нас заложены туда, вот опять-таки, разметка, мелкие ремонты светофорных объектов, то есть вот эти все работы, в том числе вывозка снега, они заложены в сумму, вот ещё получается, 453 миллиона. И всё вместе, это у нас 997, это вот он, один контракт, который, в принципе, мы контролируем, и ГДМС занимается реализацией этого всего. Катерина, вопрос такой вот. С техникой всё нормально, я понял, техники много, реагентов хватит, что с людьми, хватит ли кадров? С людьми у нас регулярно, наверное, вот как раз сейчас такой активный период, когда у нас строительный сезон заканчивается, то есть те люди, которые у подрядчиков были, например, задействованы на ремонте, если у них он был летом, они плавно переодеваются у работников по благоустройству, как их называют, и уже ориентируются именно на такие работы. Конечно, подрядчиков сейчас, я уверена и постоянно слышу о том, что они проводят собеседование, привлекают новых людей, потому что всегда рабочий, ручной труд, он всегда нужен. Поэтому, в принципе, сейчас по отчётам подрядчиков у них на данный момент всех хватает, но они понимают, что есть у нас и текучка кадров, и... Да, болеют зимой. Да, и вот эти все, так сказать, факторы, все это прекрасно понимают, поэтому набор идёт у них, и они ищут, в том числе, я думаю, мастеров, возможно, ищут. Поэтому также можно через диспетчерскую об этом узнать, или если интересно, ну, можно у нас в ОДПИ... С управляющими... минутка у нас, да, буквально остаётся. С управляющими компаниями какие-то уже разговоры о подготовке к зиме ведутся, или там всё на уровне собственника, управляющая компания, да. Потому что тоже, я помню, и вот снежная зима была то ли прошлая, то ли позапрошлая, очень много было нареканий по поводу вывоза снега, но потом оказывалось, что жители сами там вовремя не заключили контракты на этот вывоз снега. Да-да-да, такое бывает очень часто, бывают даже конфликты с управляющими компаниями, когда выталкивают снег на уличную дорожную сеть. Мы проезжаем, смотрим, что у нас тут вал огромный, что его нужно убирать, так как не видно ничего, выезжает, треугольник видимости весь заснежен. Поэтому с управляющими компаниями... Вот в том году несколько компаний прям очень хорошо себя зарекомендовали, у нас была слаженная работа, это вот, например, в Метрограде, да, там управляющая компания мне очень понравилась. Они ещё, у них несколько точек, где они хозяйствуют. Вот, поэтому я думаю, в этом году будем продолжать так же работать, потому что мы, в принципе, всегда к сотрудничеству готовы и рады, когда делается всё слаженно, и все смотрят в одном направлении и делают на одно благое дело. Ну что ж, я думаю, на этом мы тему, ну, как, не совсем, конечно, завершаем. Я думаю, что мы только начинаем встретимся, да. Всё ещё впереди. Екатерина Безгачева у нас была в гостях, замдиректора управления дорожной и парковой инфраструктуры. Мы уходим на рекламу, после рекламы вернёмся уже с новой темой. Продолжаем программу «Дневной разворот». В студии по-прежнему Дарья Топузлеева, напротив меня. Николай Голиков. Меняем, да, мы тему. Да, меняем тему. Мы говорили о будущем, о зимней уборке дорог, а сейчас немножко так, кстати, повернёмся назад и поговорим об итогах, скажем так, клещевого сезона в Кировской области. Случит странно, конечно. Ну а что делать? Что делать? Мы уже должны привыкнуть до последней года. На самом деле, клещи, видимо, ну вот я не знаю, мы со специалистом будем связываться, с Любовью Басарыгиной. Вот хотелось бы узнать этот момент. Вот у меня по ощущениям клещи стали как-то забираться всё дальше на север. Потому что я сама из Коми, и раньше мы об этих клещах вообще знать не знали, что это за насекомые. Никогда такой проблемы не было. Сейчас мне родители периодически уже говорят, что даже там уже клещи нападают на людей. Сейчас мы у Любови Александровны как раз об этом спросим. Любовь Басарыгина с вами на связи, начальник отдела эпидемнадзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Любовь Александровна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Вот как раз мы тут говорим о том, что вот по ощущениям клещи как-то стали не только более активными, но такое чувство, что всё дальше куда-то на север забираются, что захватывают северные районы. Есть ли такое? Мы уже на протяжении двух сезонов наблюдаем рост количества как присасывания клещей, так и рост заболеваемости инфекции, которые передаются именно через клещи. Это клещевой энцефалит, например. И, конечно, в первую очередь это связано с тем, что у нас для любой инфекции присуща определенная цикличность. Есть снижение заболеваемости, есть рост заболеваемости. Но вот на данный момент мы находимся, скажем так, в таком витке, где рост заболеваемости. И, соответственно, у нас есть факторы, которые способствовали увеличению количества клещей. У нас достаточно чёплая зима с вами, соответственно, они прекрасно зимуют. И за счёт того, что зима тёплая, у них увеличивается, в том числе и количество их прокормителей основных, это количество грызунов. Соответственно, мы видим рост клещей. А если клещей больше, значит, количество укусов, конечно, увеличивается. А когда мы говорим о росте, о каких конкретно цифрах мы говорим? Ну, вот для 9 месяцев этого года мы уже зарегистрировали на территории Кировской области более 25 тысяч присасывания клещей. Из них 3612 – это дети. У нас идёт превышение среднего многолетнего показателя, прочистки в 1,6 раза. В прошлом году мы увидели примерно такой же рост. И по клещевому энцефалиту мы точно так же наблюдаем значительный рост. Так, за 9 месяцев этого года у нас зарегистрировано уже 149 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Из них 20 – это детки. А здесь у нас превышение среднего многолетнего показателя для данной инфекции также составляет 1,6 раза. По клещевому барлиозу у нас зарегистрировано 159 случаев. Из них 17 среди детского населения. Но здесь показатель заболеваемости у нас ниже среднего многолетнего на 10%. Любовь Александровна, а вот там, где заболеваемость именно выросла, она выросла за счёт того, что больше людей покусали? Или именно из 10 клещей раньше переносчиками были 3 клеща, а сейчас 5? Из-за чего? Во-первых, да, увеличивается количество укусов. Соответственно, увеличиваются риски заражения. Больше человек может заразиться. Но при этом, когда мы проводим анализ, мы обратили внимание, например, что из 149 пострадавших от клещевого энцефалита, то есть заболевших, у нас нет ни одного привитого. То есть это все люди, которые не были привиты. При этом чаще всего эти люди либо не своевременно обратились за медицинской помощью, либо они не исследовали клеща, либо они даже не знали, например, что... Ну, не обратили внимание, что их клещ укусил. При этом обращаем внимание, что у нас в этом году 6 случаев клещевого энцефалита, который, скажем так, фактором передачи которого был именно козье молоко. То есть по данным показателям мы с вами по предварительным вышли практически в лидеры по Российской Федерации. То есть получается не только от количества клещей и от того, что они там более стали заражены своими болезнями, а и от людской, скажем так... Человеческий фактор, да. От человеческий фактор, да. От людской безлаберности отчасти вот от РОС происходит. Ну, фактор, конечно, человеческий наш никто не отменяет. И если, например, человека... Ну, мы все с вами живем на эндомичной территории, и, в принципе, у нас, наверное, эта информация во время сезона, где только мы ее не размещали, наверное, чуть ли не с каждого утюга, да, мы ее слышим, что наша территория Кировской области вся эндомичная. И какие меры нужно принимать. И если мы эти меры не принимаем в полном объеме, то, соответственно, мы в какой-то степени, получается, сами с вами виноваты порой вот в таких ситуациях. А сколько, вот вы говорите, да, и вот из почти 150 человек никто не был привит. А сколько вообще людей прививаются? Вот у нас как-то принято, я не знаю, в сезон, да, простудных заболеваний прививки гриппа. То есть они как-то массово, да, проводятся иммунизации там в образовательных учреждениях, в медицинских. Вот с прививками от клещевого энцефалита как дела обстоят? Прививки от клещевого энцефалита здесь, они у нас входят в национальный календарь по эпид-показаниям. То есть вакцина у нас приобретается либо за счет областного бюджета, в основном это детское население, как, скажем так, не менее защищенное, да, у нас прививаться за счет, скажем так, бюджетных средств. А и, соответственно, у нас есть категории граждан, работы, да, определенные, которые прививаются за счет работодателей. Например, лесное хозяйство у нас в полном объеме прививаются за счет работодателей. Это люди, которые задействованы на каких-либо сельхозработах. На лесной готовке, либо на сельхозработах, да. Да, да, они у нас прививаются именно за счет работодателя. А взрослое население, конечно, у нас, взрослое население, за свой счет? Да, именно платное. А сколько стоит прививка? Ну, вот я примерно вам сейчас сказать не могу, но вот весной, например, я сама ходила, у меня подошел срок ревакцинации, где-то, по-моему, тысяча в районе 1700 есть, я отдала за эту прививку. А прививаться-то уже сейчас нужно? Я, насколько знаю, она тоже как-то не за раз ставится. Ну, у нас вакцинация клещево-энцефалита, она проходит по двум схемам. Это основная схема, может быть, и экстренная схема. Основная схема, у нас включат две прививки, которые необходимо нам поставить в зимний, весенний период. То есть, например, в ноябре мы ставим прививочку и в марте ставим. Ну, то есть сейчас как бы время для первой прививки – это осень? Конечно. А вторая уже делается весной, да? Да, весной. Дальше мы делаем ревакцинацию через 12 месяцев, и, получив три прививки, мы считаем с вами, что мы как бы уже получили защиту иммунитета. И дальше у нас идет ревакцинация отдаленная. Это один раз в три года. А потом через три года? А, я просто думала, что каждый год прям нужно вот эту процедуру все проводить. И дальше у нас с вами еще есть экстренная схема. Например, если мы с вами осенью не привились, ну, знаете, бывают разные ситуации. У кого-то не до схода, например, кто-то не смог. Ну, у всех разные ситуации. То, соответственно, мы начинаем прививаться весной. И интервал между первой и второй прививкой сокращает, может быть, сокращен до двух недель, до месяца. То есть, также ставим весной две прививочки. И дальше мы уходим в ту самую схему ревакцинации через год. А дальше раз в три года. Вот две такие схемы у нас существуют. Конечно, как бы мы больше склоняемся, и наши коллеги из лечебности, те, что лучше, конечно, начинать вакцинироваться с осени. То есть, это более надежный вариант такой получается, да? Это более спокойный вариант. А, нет, более спокойный просто. Поскольку нам с вами необходимо к сезону активности клещей. Хочу напомнить, что в Кероск области он достаточно рано у нас начинается. То есть, чаще всего в первой половине апреля мы уже регистрируем с вами первые случаи укусов клещами. Поэтому к началу сезона нам нужно с вами уже успеть подготовиться. Все понятно. Понятно. То есть, пора уже идти. На самом деле, если собираемся, мы в следующем году собирать грибы, то, наверное, пора идти вакцинироваться. Я так понимаю. Спасибо большое, Любовь Филипп. Знаете, по поводу грибов хотелось заметить. У нас, например, напомнили наши коллеги с адрогенной эпидемиологии, о котором поступает перечная информация. Тут стали отмечать, что в связи с тем, что у нас начался активный сезон сбора рыжиков, например, у нас увеличилось количество укусов в Сунском районе. Это вот прямо сейчас? Конечно. Да, вот это вот. Да, вот сейчас. И вообще не умирают. Да, вся бремесец. Да, люди ездят за грибами. Конечно, хочется напомнить, что на данный момент тоже не надо пренебрегать методами простыни, для профилактики клещонцефалита, в том числе пользования реперлистами. Спасибо большое, Любовь Александровна. Любовь Басаргина с нами была на связи, начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Я на самом деле думала, что вот, ну уж, в октябре-то их точно нет. Ну вот мы сегодня говорили, все говорят, замерзнуть должны. А вот я слышал, что на самом деле люди ездят за грибами. Сейчас ведь не только рыжики, сейчас еще и белые, окаянные пошли. А вот они прямо нас там и ждут. Николай Голиков и Дарья Топузли. Дневной разворот на этом завершаем. Субтитры подогнал «Симон»!